всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня будем готовить очень вкусный пышный румяный и ароматный дрожжевой пирог с яблоками и сливами для теста нам понадобятся следующие продукты 150 миллилитров теплого молока 1 упаковка сухих дрожжей 11 грамм 4 столовые ложки сахара 150 грамм мягкого сливочного масла 1 яйцо 3 желтка щепотка соли пол пакетика ванилина и пол килограмма муки для начинки мы будем использовать яблоки и сливы сначала сделаем опару выливаем в миску 150 миллилитров теплого молока в микроволновке подогрела обязательно попробуйте молоко не должно быть горячим добавляем к молоку одну столовую ложку сахара и пакетик сухих дрожжей размешиваем добавляем 3 столовые ложки муки еще раз хорошо размешаем опару оставляем в тепле на полчаса сверху миску желательно накрыть полотенцем опара у нас подошла теперь желтки и одно яйцо я немного забью с сахаром оставшимся блендером просто сделаем пышную массу теперь к опары я добавляю пол пакетика ванилина щепотку соли обязательно тесто не должно быть пресным с помощью венчика размешиваем добавляем сюда яйца яйца я примерно взбивала секунд 30 сахар даже не полностью растворился можно венчиком слегка взбить мне проще это делать с помощью блендера теперь венчиком размешиваем добавляем сливочное масло масло должно быть мягким заранее достаньте его с холодильника очень удобно венчиком на первом этапе замешивать тесто все ингредиенты хорошо перемешиваются теперь добавляем муку понемногу тесто на желтках дрожжевое получается очень нежным таким воздушным это вкусное сдобное тесто поэтому попробуйте приготовить пирог с фруктами по этому рецепту вам он очень понравится дальше будем замешивать ложкой так как тесто все гуще и гуще становится вот смотрите нам нужно чтобы тесто было мягким слегка липнущим к рукам вот именно такое тесто у меня мука еще осталась она нам понадобится когда мы будем формировать пирог вот до такого состояния мы замесили наше тесто оставляем его в этой же емкости тесто должно постоять один час в тепле сверху накрыв миску полотенцем сейчас подготовим начинку для пирога сначала мы очищаем вот сливы от косточки и нарезаем их полосками каждую дольку половинку на четыре части начинку на самом деле вы можете брать любую я выбрала сливы и яблоки так как сейчас пора сыр яблоки начинают спеть и сливы поэтому начинка у нас будет такой желательно сливы брать не слишком мягкие так вам просто будет легче их очищать яблоки очищаем от кожицы и семян и теперь нарезаем тоненькими дольками вот наше тесто готово уже посыпаем стол мукой просто прекрасные воздушные это очень хороший рецепт именно знаете такого вот хорошего дрожжевого теста сдобного его еще называют есть у меня рецепты на канале где дрожжевое тесто немножко попроще готовится на растительном масле она тоже вкусная нежная воздушная но это именно такое вас не вкусные забивать слишком мукой его не надо вот смотрите как с ним хорошо работать не липнет уже к рукам тесто наше готово теперь я беру часть теста еще немножечко и сегодня я вам покажу как можно сделать красивый дрожжевой такой скажем праздничный пирог со сливой и яблоками поэтому смотрите и повторяйте я где-то взяла одну треть части теста что хорошо вот посыпали мукой сверху присыпали мукой и раскатываем пласт теперь я взяла большое круглое блюдо диаметре 30 сантиметров вела его получился у меня такой круг теста теперь этот круг разрезаем на части но не до края края не трогаем очень удобно делать этот пирог на пергаментной бумаге как я теперь берем сливы и выкладываем по две дольки сливы на каждый кусочек теперь посыпаем сахаром немножко теперь смотрите что мы дальше делаем берем кусочек теста и заворачиваем подворачиваем вытягиваем и снова заворачиваем берем тесто до заворачиваем поднимаем подворачиваем и снова заворачиваем как мы делаем рогалики вот такой у нас нестандартный будет ободок пирога в котором еще будет начинка со сливами раскатали еще один круг теста и этот пласт теста мы выкладываем вот сюда в срединку тоже диаметр круга 30 сантиметров как и в первом случае у нас слегка вот края должны остаться расправили ручками и теперь выкладываем вторую начинку яблоки лучше брать сорт яблок которые сладенькие начинка тогда будет конечно же вкуснее яблоки выложили теперь посыпаем их сахаром по желанию сверху можно посыпать еще и корицей но я посыпать не буду можно сделать микс начинки можно кроме яблок добавить еще какие-то фрукты посыпали теперь последнюю часть теста вот у меня остался тоже раскатываем в круг диаметром 30 сантиметров и сверху будем накрывать наш пирог теперь берем последнюю часть теста выкладываем сверху и теперь края пирога яблочного будем защипывать любым способом вот такой пирог я сделала украсила с остатков теста вот с помощью вырубки для печенья яблочко и сверху на яйцо на желток я прикрепила эти яблочки к верху пирога теперь наш пирог должен постоять 15 минут пирог смазали яйцом и отправляем в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень пирог выпекался полчаса вот такой румяный пышный и очень ароматный дрожжевой пирог с яблоками и сливами у меня получился пирог разрезе нежный и мягкий как пух порадуйте своих родных вкусной домашней выпечкой подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока